здравствуйте уважаемый любитель ножей сейчас мы находимся на озере глухой меркушинская вот в одном из домиков из гостевых это вот мы в этом году сделали вот это один домик здесь вот планируется под в спальню кровать тут столик тумбочка ну и так все необходимое все сделано вагон очкой запах смолой здесь все чудесно окошечки окошечки тоже не пластиковые просто стеклопакеты окошечки открывать сюда мы эти сеточки от комаров на лето поставим вот то есть в этом году прошлом году было очень много пожеланий чтобы мы здесь поставили домики ну вот мы в этом году пар домик вставим сейчас еще может быть на баню денег хватит посмотрим вот такой вот домик вот здесь получается санузел здесь будет душевая здесь унитаз но пока электричество не провели здесь просто то есть удобство будут на улице пока пока до электричества посмотрим вначале это электричество проведут то сразу будет душевая если нет то не будет потом то есть вот тема ну и проложи напоминаю что у нас есть вот такой замечательный нож гюрза называется крупный план данная модель из стали lmax иногда задают такой вопрос почему я не говорю про стали ну дело в том что я говорю про конструкцию ножа из стали он у нас из любых может быть хочешь там я не знаю там и из-за там lmax и звон одесса из м 390 и так далее так далее рукоять венге притянула толь это такого такой хищный ножичек до форма как бы отдаленно напоминает штык-нож армейский такой хищный нож до сих пор пользуется неплохой популярностью понятно что это не охотничий нож да то есть это нож туристический это нож на каждый день это на рыбалку такой нож можно брать вот когда-то у меня был спецзаказ один в общем спецназовец заказывал нож примерно вот такой конструкции чуть он был побольше чуть побольше и накладные плашки были и толщина была как я помню четверка все остальное такое же форму вот один в один только чуть побольше и чуть пошире получился он как бы был немного все остальное такой же это было году где-то наверно в девяносто пятом мы его сделали мы его тестировали я его металл он конечно так офигенно втыкался этот этот обычный этот этот не для метания нож кстати вот а тот вот именно он пробивал дверь межкомнатную обе стороны с броска и мы тогда еще молодые были такие ну веселые и у нас в цеху была такая веселая традиция то есть метать в дверь нож и вот кто-то допустим открывает дверь а мы ножик метаем то есть и как бы вот ну дураки были конечно у нас дверь была входная вот изнутри из цеха вся истыкная и то есть бывает там человек хочет открыть дверь там раз там удар нож торчит причем нож пробивала так столько вылезал с другой стороны если кто умел втыкать вот вот такая у нас была развлекуха причем принципе трезвые даже это делали вот просто но молодость зорство и вот тот нож он тоже был похож по этой стилистике смотрите я напоминаю это не новые модели от нас давно просто по некоторым моделям я решил пробежаться напомнить лишний раз что они существуют лезвие небольшое удобно и звон из стали алмакс на не обязательно что надо и зомок заказывать еще раз у нас сталь достаточно популярный берут я хорошо недавно вот правда один тут пришел на выставку принес нож изуродованный весь я не знаю что нам делал но вот сейчас нам его пришлют если мы сейчас померяем если твердость соответствует норме то он поедет от нож обратно и товарищ заплатит еще за пересылку если у него конечно нужно то есть менять не будем вот есть конечно там наша вина там твердость мягко мягкий он или слишком твердый ну прокол то конечно заменим без проблем вот поэтому у нас все просто мы меняем или не меняем по закону о о дистанционной торговле то есть как бы смотрим да наша вина меняем да если человек купил и тут же решил его сдать убирается в сроке да тоже меня если человек просто там два месяца уродовал но там пользовался потом скал фуэта говно вот вам вот вместо замен надо понимать инцидентов не случается там единичный в основном люди умные культурную бывает конечно там придурки которые например вот недавно один дятел он не буду как бы называть фамилию а то обидится еще купил достаточно дорогую вещь самым при этом является состоит в клубе там в котором они это играют в компьютерные игры на живые и вот у них там видимо какие-то тусовки там то ли раз вместе раз полгода и надо выгнуться и взять вот такой какой-то страшный нож ну и чё я не знаю там и ну в общем такая секта вот то есть чувак там наигрался выгнулся потом решил вернуть но учитывая то что сроки он не соблюдает то есть не пользуется то есть как бы наши вины здесь нет тем более везде у вас под заказ она абсолютно качественная а то что ему захотелось понтануться перед корешами а потом спустя полгода сдать назад ребят такого не бывает это у меня приехали гости я взял купил вертолет показал вот мне какой вертолет есть а потом его сдал назад что ли или там не знаю там мерседес подержал сдал назад как-то вот поэтому претензии мы рассматриваем все хорошо все но если мы видим что на то на той стороне идет не ну непорядочное поведение незаконное поведение до свидания на это есть суд пожалуйста там какие-то инстанции на здоровье там жалуйтесь пишите суды обращаются лично мне похуй я правильно вот некоторые прочь я матом ругаюсь я не ругаюсь я им разговариваю ладно вот такой нож гюрза гармоничный классный счет я думаю конечно задумку у меня есть сделать еще герзу номер два чуть подлиньше такую вот все вот это одинаково поставить вот все а вот сантиметра 3 добавить кажется будет классно вот это мысли вслух всего доброго свидания 4 3 5 4 6 6